Лон-ковид или постковидный синдром и воспаление, и тромбозы сосудистые. Как гриппом переболел? Ежегодный грипп уносил по миру десятки тысяч жизней. Все знают, но не все делают, да? Появился новый такой синдром, он называется синдром именно разбитого сердца. То есть от несчастной любви тоже можно заболеть. Может приводить к состояниям подобным инфаркту миокарда. Не пить, не курить. Может быть, когда-то там через несколько десятков лет до этого дожить надо. Можно ли делать прививку от коронавируса людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями? И почему именно эта категория находится в группе риска по ковиду? На делах сердечных сегодня поговорим с профессором, доктором медицинских наук, главным кардиологом Самарской области Дмитрием Допляковым. Дмитрий Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Действительно, считается, что для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями коронавирусная инфекция особо опасна. Какие осложнения могут быть именно у такой категории людей? Ну, действительно, осложнения могут быть. Они есть, они возникают. И с самого первого дня пандемии мы это видим. Дело в том, что вирус проникает в человеческий организм через сосудистую стенку, через, соответственно, те рецепторы, на которые воздействуют в том числе и многие наши лекарственные препараты, которые мы используем для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому вирус, он тропин к сосудистой стенке, то есть он, и, соответственно, он может вызывать и воспаление, и тромбозы сосудистые, и, соответственно, воспаление непосредственно самих клеток сердца, так называемыми аккордитами. Могут быть и другие поражения, то есть их очень много. Очень гетерогенная такая ситуация. А могут возникнуть такие осложнения, если человек, например, никогда не жаловался на сердце, и, то есть даже не знал, что у него, возможно, какая-то сердечная недостаточность есть? Да, абсолютно. Абсолютно. Это может быть у любого человека. То есть у тех людей, у которых есть сердечно-сосудистые заболевания, они просто могут обостряться, и, соответственно, мы встречаемся за декомпенсацией этих состояний. Что касается прививки от коронавируса, действительно, сейчас это одно из таких распространенных возражений, скажем так, опасений у людей, что вот людям с больным сердцем вакцинация может быть противопоказана. Может или нет? Или это какие-то исключительные случаи, когда может? Это исключительные случаи, и никаких противопоказаний практически. Вот сердечно-сосудистые заболевания, они не являются противопоказаниями для вакцинации, неважно, от коронавируса, от гриппа. Вот буквально несколько месяцев назад закончился Европейский конгресс кардиологов, и там было доложено исследование, в котором, вернее, показали, что прививки во время нахождения стационаря на третий день от перенесённого инфаркта миокарда снижает на 40% риск смерти людей в течение года после этой прививки. И не смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, а в целом вообще летального исхода. И я могу сказать, что мы уже в диспансере уже больше месяца начали проводить прививки от гриппа пациентам, которые находятся у нас на госпитализации. Ну, то есть можно говорить о том, что последствия от ковида и от принесённого гриппа даже могут быть страшнее для сердечников, чем последствия от прививки? Ну, это вообще несовместимые вещи. Последствия от прививок, как правило, это какие-то местные реакции. Люди, у которых возникают системные реакции, которые привозят к каким-то новым заболеваниям или очень серьёзным осложнениям, это единицы на десятки тысяч, миллионов человек, которым это делается. И далеко не всегда это связано. Мы не знаем ещё 100%, что это связано с прививкой. А вот такие заболевания, как порог сердца, пролапс метрального клапана, это тоже не является... Абсолютно. Никакого заболевания сердца не является абсолютным противопоказанием даже относительно прививки. Вот мы всё с вами про ковид, да про ковид, а грипп как-то остаётся незатронутым в последнее время в информационном поле. Ну, как бы не так активно об этом говорят. Да, сейчас же и вакцинация от гриппа у нас продолжается. Вот что касается прививки от гриппа. Здесь вы уже сказали, что сердечникам тоже рекомендуется. У себя даже начали это делать. У себя в кардиологическом стационаре мы пациентам перед выпиской, то есть это где-то на 6, 7, 8 день перед выпиской, когда мы стабилизируем состояние, мы им предлагаем сделать прививку от гриппа, и уже больше 50 человек за последний месяц привили. Здесь о каких-то противопоказаниях можно говорить? Или о каких-то тяжёлых последствиях гриппа для людей, которые страдают именно сердечным? Последствия гриппа или последствия прививки? Последствия гриппа давайте. Последствия гриппа практически... Ну, мы можем сказать, что вот ковид – это уникальная ситуация, когда весь мир, учёные всего мира стали в одночасье очень серьёзно изучать влияние инфекции на влияние вируса, на различные системы – сердечно-сосудистые, дыхательные и так далее, которые осложнение возникает. С гриппом мы жили как-то более дружно, несмотря на то, что ежегодный грипп уносил по миру десятки тысяч жизней. Но это никто не изучал, никто не проводил КТ-исследования, никто не проводил какие-то детальные лабораторные исследования у наших пациентов. Хотя вот в прошлом году были публикации очень интересные наших зарубежных коллег, и мы их недавно обсуждали на нашей конференции, когда сравнились данные у пациентов 19-го года и 20-го года, то есть пациенты с гриппом и пациенты с ковидом. Вот если говорить о тромбоэмболических осложнениях, то их было не намного меньше, чем при гриппе, чем при ковиде. Так что это тоже очень опасная, соответственно, инфекция. То есть незаслуженно как-то забывают, когда в самом начале еще сравнивали ковид с гриппом, подумаешь, гриппом, как гриппом переболел, да? Это такое ошибочное суждение. Может быть, когда-то, через несколько десятков лет, когда мы привыкнем уже к вирусу ковид-19, это и будет то же самое, но до этого дожить надо. Ну вот вакцинация, вакцинация, если говорить о профилактике невирусных, а именно сердечно-сосудистых заболеваний, понятно, все мы знаем, не пить, не курить, ну, там, все знают, но не все делают, да? Какие-то есть неочевидные рекомендации для людей, которые, может быть, страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями или не знают о них? Вот как себя обезопасить? Вот в чем заключается тот самый здоровый образ жизни, если говорить о каких-то неочевидных вещах? Все-таки я бы сначала сказал бы нашим жителям нашей области об очевидных вещах, о которых очень часто забывают. Если человек заболел ковидом, да, он обязан принимать все лекарственные препараты, сердечно-сосудистые, потому что риски существенно выше. Даже если вы заболели ковидной инфекцией, если вы принимаете лекарственные препараты, осложнений меньше, и вы перенесете саму инфекцию более легче, потому что есть целый ряд сердечно-сосудистых препаратов, которые облегчают течение ковидной инфекции. Если вы вдруг, не дай бог, попадаете в стационар, сейчас все стационары перепрофилированы, там работают врачи различных специальностей, не поленитесь, возьмите с собой ваши таблетки, которые вы пьете дома и продолжайте их обязательно принимать. Ну и то же самое после выписки из стационара. Не обязательно, наверное, лечащему врачу сказать о том, что есть... Конечно, конечно. Обязательно тому врачу, который будет вас ввести, скажите, что у вас была операция на сердце, у вас был инфаркт миокарда, вы страдаете высоким давлением, чтобы обязательно это контролировали все значения давления, пульса и, соответственно, чтобы корректировали их. А какие-то еще вот такие общие правила профилактики? Профилактики не от ковида, а именно вот профилактики сердечно-сосудистых заболеваний? Да, ну, наверное, надо иметь хорошее настроение, во-первых, больше двигаться и оптимистично относиться к жизни. Все пройдет, и это тоже пройдет. А вот, кстати, про хорошее настроение. Вот часто сердце такая тема вообще, это и в литературе везде такой романтизированный образ. Ах, у меня сердце, сердце разрывается, вот это все. Насколько это все имеет под собой реальную почву, или это все такой просто романтический образ? Нет, это действительно последние годы, особенно последние 10 лет, показали, появился новый такой синдром, он называется синдром именно разбитого сердца, синдром праздничного сердца, есть описание. В литературе мы этим пользуемся. Есть люди, но это чаще всего негативные эмоции, когда очень серьезные люди переживают. Либо сама по себе ситуация очень, ну, жизнь опасная или там жизнь трепещущая для человека, либо, соответственно, человек просто переживает ее излишне. То есть это может приводить к состояниям, подобным инфаркту миокарда. В том числе заканчивается все это, может, очень плачевно. И в этот момент сердце действительно, оно поражается и выглядит при наших исследованиях точно так же, как выглядит инфаркт миокарда. Но когда мы сделаем коронарографию, когда мы смотрим сосуды сердца, в сосудах все хорошо. То есть они проходимы, чистые, там нет никакого инфаркта. То есть от несчастной любви тоже можно заболеть? Можно, можно. А как, кстати, вот боль в сердце не спутать с невралгией или, может быть, с какими-то другими явлениями? Потому что обычно люди часто говорят, ой, сердце прихватило. А это может быть и не сердце, просто где-то вот что-то. Ну, может быть, да, конечно. Для врача, для специалиста есть критерии, по которым мы отличаем. То есть если классический вариант брать, то боль, которая обычно мы связываем со стенокардией, она все-таки связана с выполнением физической нагрузки. И снижение переносимости именно обычных для человека физических нагрузок. Но даже те кардиологии, о которых вы называете, то есть это болевые ощущения в области сердца, которые, ну, зачастую не связаны с сердцем. Это может быть и невралгия, может быть, все что угодно, да, у человека. Она может быть связана, там, с ученым дыханием, то есть такие вегетативные расстройства. Иногда очень сложно это отличить от истинных сердечных проблем, и для этого существуют регулярные медицинские осмотры. То есть если вы делаете регулярный электрокардиограмму, если вы знаете свой липидный спектр, то есть уровень холестерина. У человека уровень холестерина достаточно четко определен, который должен быть, в зависимости от того, какие у вас риски сердечно-сосудистых заболеваний. Были ли у ваших родственников, у папы и мамы, там, братьев, сестер, инфаркты, инсульты в молодом возрасте. Все это очень можно четко разложить. Есть специальные шкалы, по которым мы оценим риски для каждого человека индивидуально. Но так все-таки где сердце болит? Сердце может болеть где угодно, на самом деле. Это может быть и боль за грудиной, это может быть боль в области сердца, это может быть боль в кончиках пальцев, это может быть правая рука, это может быть левая рука. Это может быть боль в нижней челюстью при инфаркте миокарда. Как все связано в организме? И может быть вообще разлетая боль. А процентов 5-6 наших пациентов с инфарктом миокарда, они попадают даже в хирургические стационары, потому что у них боль в верхнем отделе живота, и их везут с подозрением на язву. Ну вот, кстати, здесь можно говорить о какой-то статистике? Помолодели у нас сейчас инфаркты или нет? Инфаркты молодеют, конечно же, инфаркты молодеют. И молодеют они и у мужчин, и, к сожалению, у женщин. Потому что у женщин вот та компания, которая в нашей стране по здоровому образу жизни, по отказу от курения, она возымела свои плоды, конечно же, но у нас почему-то бросают курить больше молодые. Это хорошо, что бросают курить молодые юноши, мужчины, но девушки начинают курить больше. И вот когда на обходе, допустим, утром мы когда обход, реанимацию проводим, мы видим новых пациентов. Если это молодая женщина лет 35-40 с инфарктом миокарда, первый вопрос, вы курите? Курю. 99% женщин молодых с инфарктом миокарда, которые к нам поступают, они все курят. Это самый главный фактор риска для них. Помимо того, что бросить курить, что ещё должен каждый человек сделать для своего сердца? Проходить какое-то обследование, не дожидаясь, когда где-то что-то кольёт, просто ежегодно или раз в какой период. И для этого создан Центр здоровья. Если вы прошли глубокое обследование, то есть, которое включает в том числе и нагрузочные тесты, если есть для этого показания, если вам выпали лабораторные исследования, и там всё хорошо на всех этих исследованиях, то это можно делать не раньше, чем через 5 лет повторно. Ну, разумеется, если ничего не происходит, и вы ведёте себя правильно, да, то, что называется. А если у вас что-то выявляется, то, опять же, нужно сразу обратить внимание, очень многие люди ходят сдавать кровь в лаборатории, да, в различных, у нас огромное количество частных лабораторий, сейчас, наверное, как в универсальных магазинах, так и в лаборатории частных. Они сдают огромное количество анализов крови, но никто не реагирует на тот уровень холестерина, который у вас есть. То есть, если у вас холестерин, общий холестерин, обычно, да, есть такая семейная гиперхолестериномия, это порядка 2-5% населения, то есть это много на самом деле. Если вот он больше 7,5, то это повод пойти к человеку, которому вам назначат определённые препараты. А почему у человека болит сердце? Вот здесь о психосоматике можно говорить? Можно, конечно. Работает это, действительно влияет это? Не какое-то новое веяние, когда, вот, знаете, раскладывают, что если болит голова, то это значит у тебя в жизни вот здесь не так. А если болит сердце, это значит вот в этой сфере надо что-то подумать, улучшить. Вот с сердцем как это работает? Психосоматика... И как вообще, ну, вот вы как врач к этому относитесь? Психосоматика – это очень древнее направление. Это только, это кажется вот молодому поколению, что это сейчас появилось. Когда я начинал учиться в институте, в Советском Союзе это всё очень было развито, и психосоматическое направление очень активно именно в кардиологии развивалось. И мы специально занимались на кафедрах, и занимались тоже именно психосоматическим аспектом наших заболеваний. Были прекрасные монографии наших учителей из различных медицинских институтов на то время. Поэтому психосоматика, она была всегда. И они писали и древние греки, и древние римляне, и всё это уже давным-давно известно. Ну так от чего тогда у человека болит сердце? Ну, если мы говорим, что у человека нет истинного сердечно-сосудистого заболевания, да, то есть, к примеру, вегетативная нервная система. Это нервная система, которая, ну как бы, она регулирует работу всех органов и систем организма. Она всё аккумулирует. Она аккумулирует информацию, ответы, вопросы, которые идут от органов и систем. И если, соответственно, есть какие-то нарушения в работе вегетативной нервной системы. А, кстати, вот то, что сейчас многие стали обсуждать, постковидный синдром, да, то есть, люди, которые выздоравливают, это как раз именно связано очень часто с поражением вегетативной нервной системы у пациентов, которые перенесли ковид. И, кстати, то же самое было с пациентами с гриппом. Мы этим очень много лет занимались в своё время. То есть, это общий ответ организма, такой психосоматический, через вегетативную нервную систему. Ну, а как это лечить в таком случае? Лечить нервную систему в первую очередь? Нет, это, к счастью, в подавляющем большинстве случаев это ничего лечить не надо. То есть, вот вегетативные эти изменения, синдром хронической усталости, иногда это рассматривается как реконвалисценты после каких-то вирусных заболеваний. Это организм очень сам перестраивается, он адаптируется под данную ситуацию. И не даже мы чувствуем себя хуже, разбитый, больше спать хочется, меньше двигаться. Организм восстанавливается сам. К счастью, наш организм устроен так, что он может сам себя вылечить, если ему создать для этого условия. Но есть небольшое количество пациентов, у которых это как бы, ну, закольцовывается, зацикливается заболевание, и оно становится уже длительным. И вот это как раз и то, что сейчас уже начинает изучаться как лон-ковид или вот постковидный синдром такой длительный. В таком случае что делать пациенту, переболевшим ковидом? Наверное, пройти диспансеризацию обязательно. А сейчас есть углубленная диспансеризация, специально Минздрав Российской Федерации запустил эту программу, вся морская область она активна. То есть любой человек, который перенёс ковид, он может обратиться в свою поликлинику. Есть специальная батарея тестов и исследования, которые нужно пройти. Там оценка тромботического риска у пациента есть, и оценка других факторов поражения, там сердечно-сосудистая, бронхолёгочная система, всё это оценивается. Вплоть до проведения при необходимости компьютерной томографии таким пациентам. И, соответственно, врач уже на основании этих исследований он делает уже карту пациента и понимает, что с ним дальше нужно делать. Ну, вот как раз прекрасный шанс начать заботиться о своём здоровье, провести такой чекап как раз после пациента. Да, это обязательно, обязательно. Спасибо, Дмитрий Викторович. Я напомню, у нас в студии сегодня был человек, который точно знает всё о сердечных делах, главный кардиолог Самарской области Дмитрий Дупляков. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok